Всем доброго времени суток, снова с вами я Игорь Шеститко И у нас подходит, так сказать, заключительное время тестирования Я обещал, что про Samsung я расскажу подробнее Сейчас в реальности здесь лежит два ноутбука Samsung Которые 9000X3A Один из них в американском варианте, один из них в украинском варианте И американец просто более навороченный, больше, так сказать, i7 и 8 гиг памяти в Украину Не будет такой максимальный вариант, только i5 И 4 гига памяти, может быть, еще передумает Samsung Обратите внимание, тонкие, очень легкие, алюминиевый корпус Все это я уже рассказывал Да, кстати, просили показать, как с чем-то сравнить Я тут ничего лучшего не нашел, как сделать вот так вот Обратите внимание, лежат два ноутбука Два, да? И вот рядом ложим тот же Iconia Ах, чуть-чуть не влазит, давайте То есть зафиксировать не получится Давайте посмотрим вот так вот То есть обратите внимание Толщина Iconia Даже больше, чем два Samsung, лежащих друг на друге А если забрать один Samsung, то можно увидеть, что он практически плоский Вот он, такой вот Практически плоский Его размеры Я тут возьму, воспользуюсь 50-копеечной монетой Обратите внимание, ну это 50 украинских копеек От гривны Вот А меньше где-то две трети 50-копеечной монеты Два лежащих ноутбука, соответственно, дают нам Чуть больше Чем 50-копеечная монета Металл, все как положено При этом куча портовой возможности сохраняется При этом все есть, да, например Переходники Где же мой переходник? А вот такой вот Переходник на Сетку, которая идет в комплекте Вот от него коробочка лежит, кстати Упс, выпало А вот переходник на VGA Что очень радует Так, так, Samsung, пусть лежит А вот переходник на VGA Да, он, наверное, поболее будет Кстати, хотя это будет наглядно Наверное, разъем VGA И, соответственно, размеры Самого ноутбука Но не в этом дело На самом деле подходит к концу тестирования И, соответственно, в процессе тестирования Мы тестировали на скорость И тому подобное Помните, процесс тестирования Я сам описывал, рассказывал В одном из веб-кастов Запускается просто скрипт Который записывает каждую минуту операции У меня здесь два ноутбука Один из них, вот, 8-ми гиговый И я занимался тем, что Тестировал на нем время жизни Вон он ушел в слип Сейчас мы увидим Сколько же время жизни в чтении Сколько время жизни в чтении И заодно и, собственно говоря Все остальные времена жизни Посмотрим Потому что на работу А здесь я тестировал на работу в интернете На втором Давайте пока первый грузится Обратите внимание Вот он читал книжку Книжка была прочитана В данном случае Даже не мастер и Маргарита Потому что ее просто не хватало На время жизни 2223 страницы И давайте посмотрим Сам файлик Файлик у нас Начался В 19.09 Видно хорошо? Не видно? Давайте посмотрим Файлик начался в 19.09 А закончился В 2.41 20, 21, 22, 23 0, 1, 2 То есть это получается 7 часов 32 минуты Видно там, да? В 2.41 Закончился 7 часов 32 минуты То есть где-то 20, 21, 22, 0, 1, 2 Соответственно Соответственно 7 часов 23 минуты Это время жизни Ай-7 в режиме Работы Да, то есть О, обновился А другие Времена работы Обратите внимание Я тут тестировал Увы, этот ноутбук Ставил у меня в офисе Я его никуда не таскал Я его никуда не таскал Но мы можем увидеть Что у меня получилось на тестах Поэтому тестов так мало Да? А вот обратите Давайте все-таки откроем А то он как-то так Итого Ридинг Один Получается 7 часов 32 минуты И мы видим Потрясающие показатели Времени жизни Мы сейчас Фарфон Сделаем 18 Так 18 В это время Я включу Второй ноутбук А то он как-то Тоже закончил Работать Итого Как вы видите Режим Работы в видео То есть High Definition Проигрывает Ноутбук С i7 За Это вы видите Кстати Черное окошко Исплывающее Это постоянно Работающий Вот Итого Видео От 4 часов 32 минуты До 4 часов 30 минут Дорогой Любимый Интернет 548 Он удивил меня Честно говоря Эта цифра То есть Интернет Работал Просто Запускался Специальный скрипт Я его уже Предлагал Поделиться И в режиме Ридинга 732 Что кстати Не очень Как бы Впечатлительно Или удивительно Но в принципе Тоже нормально 732 Теперь Давайте Перенесем Свой взгляд На Тот I7 Ой I5 Который Украинском Варианте Здесь Вы по-прежнему Видите Как отрабатывает Скрипт Который Открывает То есть Он вышел Из слипа И сразу Продолжил Работать Давайте Посмотрим Его Параметры Где тут У меня Была Не здесь Вот здесь И давайте Посмотрим Тайм Тайм Мы видим Запустился Это сегодня В 10 20 И соответственно Работал Девайс Начиная От 10 20 До 15 25 25